Приветствую вас, дорогие друзья! Тема нашей сегодняшней программы – повышенный холестерин. И те мифы, которые с ним связаны. Вообще, надо сказать, что на тему холестерина мифов очень много. Мифы, заблуждения – добротная такая тема для нашей программы. И самый первый, самый распространённый миф на тему холестерина – это связь повышенного холестерина с питанием. То есть считается, что чем больше вы едите жирной мясной пищи, тем выше у вас будет уровень холестерина. И вот об этом заблуждении мне хотелось бы поговорить особо. Итак, предположим, что холестерин берётся у нас из жирной и мясной пищи. А как тогда обстоит дело с холестерином у наших травоядных братьев? Ну, например, если уровень холестерина считается нормальным у современного человека 3,5-5 ммл на литр, то какой же уровень холестерина у животных, которые мясо и не едят? Ну, например, у коров. Давайте обратимся с этим вопросом, скажем так, к ветеринарным справочникам. И что мы вот тут видим? Какой же уровень холестерина в крови у коров? Ба, парадокс. Тот же самый уровень холестерина, то есть от 3,5 до 5 ммл на литр. То есть коровы, которые не едят мясо, имеют такой же уровень холестерина в крови. И, кстати говоря, может быть мы чего-то не знаем, может быть коровы втихаря едят кроликов? Нет, думаю, что все-таки нет. Наверное, что-то другое здесь влияет на холестерин. А вообще вот у людей холестерин повышается, ну порой довольно значительно, до 7-8 ммл на литр. А повышается ли когда-то холестерин у коров? Смотрим справочник. Вот у меня выписки как раз со справочникой, что мы видим. Холестерин у коров иногда повышается аж до 10 ммл на литр. В какой момент это происходит? Это происходит, когда корова начинает давать молоко. То есть организм коровы в момент, когда корова начинает давать молоко, сам повышает уровень холестерина в крови коровы до 10 ммл на литр. Ну вообще, если вы с таким уровнем холестерина в крови придете к врачу, скажем так, человеческому, он вам скажет, это ужасно, вам обязательно надо пить таблетки от холестерина. Но мне кажется, что ветеринары коровам таблетки от холестерина не дают. И это считается нормальным. 10 ммл на литр у коровы организм повышает этот холестерин сам в момент лактации. Кстати говоря, когда корова перестает давать молоко, уровень холестерина снижается у нее опять к прежним значениям. То есть 3,5-5 ммл на литр. То есть выработка холестерина организмом у коровы – это процесс саморегулирующийся. Организм сам знает, когда нужно повысить холестерин и когда нужно понизить. И почему-то мы думаем, что человеческий организм устроен глупее. То есть у коровы организм знает, когда повышать холестерин, а у людей не знает. На самом деле, конечно, все не так. Человеческий организм точно так же, как организм коровы, регулирует уровень холестерина в крови. В зависимости от потребности организма. А для чего, собственно, нужен холестерин нашему организму? Ну, во-первых, из холестерина вырабатываются желчные кислоты. То есть, чтобы лучше работал желчный пузырь, нам нужен холестерин. Второе. Из холестерина образуется витамин D. То есть, когда мы хотим бороться, вот сейчас эта тема очень раздута, остеопороз, слабые кости, то получается, чтобы наш организм лучше боролся с остеопорозом, чтобы кости были крепче, нам нужен холестерин для того, чтобы образовывался витамин D. И в связи с этим очень странно, когда я вижу пациентов, у которых сильный остеопороз, и им дают таблетки от остеопороза, и при этом этим же пациентам дают таблетки для снижения холестерина, то есть, лишая таким образом возможность организма синтезировать витамины D. Кроме того, из холестерина в нашем организме образуются половые гормоны. И при резком снижении холестерина, особенно когда это снижение достигается искусственно, ну, с помощью, скажем, таблеток, у мужчин снижается потенция, а у женщин развивается бесплодие. Холестерин необходим для нормальной работы нервной системы. Во-первых, холестерин – это питание для головного мозга. И во-вторых, из холестерина образуется миелиновая оболочка нервов. Поэтому, когда человек находится не в очень хорошем состоянии, когда у него плохо работает нервная система, холестерин ему необходим. И в этот момент снижать холестерин, я думаю, даже глупо. Ну и, наконец, холестерин нужен для нормальной работы иммунной системы. То есть, если у вас падает иммунитет, то организм сам начинает вырабатывать большие дозы холестерина, чтобы иммунная система работала лучше. И, кстати говоря, вот в работе иммунной системы холестерин нужен даже для того, чтобы лучше бороться не только с инфекциями, но и с раковыми заболеваниями. Но всё-таки предвижу, ну заранее предвижу вопрос. Доктор, ну всё равно же есть какие-то значения холестерина, которые нормальны, или какие-то значения, когда холестерин нужно снижать. Вообще, вот любопытная произошла такая трансформация. Вот в учебниках, скажем, справочниках. Если мы посмотрим нормы холестерина, ну скажем так, в справочниках 10-летней давности, то они довольно большие, скажем, ну 3,5. Это, скажем, такой минимум некий, да. И дальше зависит всё от возраста. Вот я беру данные клиники Евролаб. И что мы здесь видим? Ну, например, нормы холестерина, ну скажем, до 40 лет это 3,5-6,20. Ну, смотрим дальше. Например, берём нормы с 50 лет. Здесь они уже гораздо выше. 4,20-7,3. Сейчас при показателе 7,3 вас гарантированно посадят на таблетки от холестерина. Но почему-то ещё 10 лет назад это считалось нормой. Дальше идут вообще странные какие-то показатели. Вот человеку 60 лет. И что мы видим? 4,45-7,69. Норма. 70 лет. Ну, тут норма немножко другая. 4,40-7,25. То есть получается, что при холестерине 7 даже его не очень-то нужно снижать. Но сейчас таблетки от холестерина дают уже при показателе 5,5-6 ммоль на литр. Ну, не знаю, не знаю, нужно ли снижать холестерин с помощью таблеток. Ну, мои поклонники знают, что я, например, противник этого дела. Но, может быть, стоит снижать холестерин диетой? Здесь мы опять приходим к тому, с чего начинали. Что вообще-то не сильно холестерин регулируется диетой. То есть уменьшение количества потребления мяса, ну, не сильно приводит к снижению холестерина. То есть организм сам регулирует потребности в холестерине. То есть вот если вам нужно больше холестерина, то этот холестерин начнет вырабатываться печенью. И, собственно говоря, все равно организм будет эту норму держать. Правда, этот механизм иногда ломается, но в частности при приеме таблеток. Но в целом, еще раз повторю, организм сам регулирует холестерин. И как у человека, и как у коровы, которые не едят кроликов, или все-таки едят. Но мы не знаем, да, может быть, как-то по ночам, втихаря. Но все-таки вот этот механизм регулируется у нас, у млекопитающих, самостоятельно. Организм регулирует количество холестерина в зависимости от потребности организма. Но, может быть, скажут нам некоторые люди, может быть, все дело не просто в холестерине. Вот говорят же, что есть плохой холестерин и хороший. И, может быть, надо бороться вот с тем самым плохим холестерином. И вот здесь опять некие такие несостыковки. Вообще, как бы раньше считалось, что от плохого холестерина у вас будет инфаркт или инсульт. Но теперь выясняется, вот проведено было масштабное исследование, о нем писал. Ученые обработали данные 68 тысяч человек старше 60 лет. В результате обработки этих стат данных выяснилось, что плохой холестерин не повышает риск развития инсульта или инфаркта. Мало того, неожиданно выяснилось, что вот этот самый плохой холестерин, или его еще называют липопротеиды низкой плотности, он защищает человека от неврологических заболеваний. И в частности, от болезни Альцгеймера. И самое интересное выяснилось, что при снижении вот этого плохого холестерина, если удается снизить уровень вот этого самого плохого холестерина в крови, снижается порой иммунитет. То есть и даже вот с этим плохим холестерином все не так однозначно. А теперь вопрос. Ну, не знаю, все равно, вот я уверен, что даже в результате, посмотрев вот это видео, многие наши зрители все равно будут задавать вопрос, а как же все-таки снижать холестерин? Вот я просто уверен, что, хотя вроде бы я доступно объяснил, что не надо на него вообще обращать внимание. По крайней мере, если он в пределах, скажем так, 7 мм на литр, то есть ниже его значения, то не надо его пытаться снижать. Но мне все равно зададут этот вопрос. А как же снизить повышенный холестерин в крови? Нужно ли пить таблетки? Я просто уверен, что этот вопрос прозвучит в комментариях. Дорогие друзья, с моей точки зрения, таблетки от холестерина нужно пить только в самом крайнем случае. Но если уж вы так хотите снизить холестерин, то это нужно делать другими способами. В первую очередь, улучшая работу печени. Ну, принимая какие-то продукты питания, которые помогают снизить повышенный холестерин в крови. Но о том, как это все делать, я думаю, мы расскажем в одной из следующих передач. Всего вам доброго и будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok